Всем привет! С вами Артем и компания Система. И сегодня у нас на обзоре трактор John Deere. А, извиняюсь, ZoomLeon 2304. Но я не зря, в принципе, ошибся, их перепутал, потому что в этом тракторе китайское только двигатель и кабина. И сегодня мы вам расскажем, почему мы считаем, нам кажется, что китайский трактор ZoomLeon 2304 это, по большей части, все-таки европеец. Погнали! Вообще, почему я сказал, что этот трактор европейский? Все же знают, что ZoomLeon это китайский производитель. Ну, смотрите, считаем. Мосты здесь стоят Carrara. Сцепление немецкое ZF. Тормоза тоже немецкие. Вся задняя трехточка сделана по европейскому типу. Все мозги, впрыск топлива, вся электроника это бошевская. И много-много-много других таких, скажем так, фишек, удобностей, которые они взяли из европейских тракторов. Например, вот здесь стоит топливный фильтр грубой очистки. Здесь вообще топливных фильтров целых три. Как раз то, что надо для нашей соляры. Здесь стоит фильтр грубой очистки первый. На нем стоит специальный еще движок. То есть это дополнительный фильтр. Плюс вот этот движочек, если у вас закончится топливо, новое топливо он подкачает во всю топливную систему. И вы спокойно заведете ваш дизелек. Кроме того, воздушный фильтр тоже со своей особенностью. Вот здесь стоит, вот, это сам идет забор воздуха. Вот здесь он стоит. Все начнут сейчас ныть в комментариях, кричать, что неправильно, не по-нашему. Забор воздуха стоит неправильно. Надо, как на наших Т-150, МТЗ и так далее, чтобы фильтр, воздушный забор воздуха стоял над кабиной там и так далее, засасывал чистый воздух. Это все ерунда. Здесь все сделано по-европейски. То есть там у нас идет забор воздуха. Здесь уже непосредственно стоит сам фильтр. И он идет самоочищающийся. То есть вся пыль, не дай бог, даже если какая-то попадает в этот фильтр, здесь стоит специальный циклон. Но он самоочищается. И уже абсолютно чистый воздух идет в ваш двигатель. Ну и раз мы сюда подошли, здесь у нас главный агрегат. Это двигатель марки ВИЧАЙ на 230 лошадиных сил. Но на пике он выдает 270 лошадиных сил. Спарки четкого 42-го радиуса. Это на них переходники. То есть с этой стороны ставится основное колесо на тракторе. Здесь уже спаренное. Как я говорил, это все идет в комплекте. За это чудо вам не надо доплачивать. Даже если вам по какой-то причине не нравятся спарки, вы можете заказать просто широкие колеса. Ну и переходим к задней части. Здесь у нас прекрасная трехточка, задненавесное устройство. Сейчас все расскажем. И так уже, наверное, многие, кто работают на европейских тракторах, американских, уже заметили такое вот сходство с трехточкой Zoom Leona, с тем же самым Deutz Far, New Holland, John Deere, Class и так далее. В принципе, любая трехточка европейского трактора очень похожа на эту. Но у европейских тракторов есть один небольшой минус. Их трехточка выдвинута, скажем так, из трактора сюда назад. И тяги у них очень стоят далеко. Получается очень большой рычаг. И когда вы цепляете какое-то очень тяжелое орудие, глубокорыхлитель, там, боруну, европейская трехточка может поднимать 5 тонн. Но из-за большого рычага у него это не получается. Трактор просто перевешивает. В итоге мы получаем, что какой-то там условный Deutz Far, John Deere, европейский, не может по полной использовать свою трехточку. Ну, в плане подъема какого-то агрегата. У Zoom Leona есть своя особенность. Вы, как можете заметить, трехточка, она, скажем так, задвинута в сам корпус трактора. За счет чего тяги у них как бы стали короче. Соответственно, рычаг стал меньше. Поэтому на этом тракторе мы можем по максимуму использовать именно навесное оборудование. То есть поднимать, опускать. Здесь где-то порядка 5 тонн, 5200 она может поднимать. И все эти цифры, 5200, 5 тонн, это, в принципе, можно так сказать, честные цифры, которые может поднять этот трехточка. Ну, здесь у нас, в принципе, все стандартно. Сцепное устройство маятникового типа. Здесь под серьгу, самое обычное, стандартное. То есть любой прицеп, любое прицепное вы сможете зацепить. Далее у нас идет ВОМ на 20 шлицов, очень толстый. И именно этот ВОМ мы рекомендуем для установки, если вы хотите агрегатировать трактор с ротоватором. Здесь очень удобно и очень хорошо, что здесь стоит именно такой толщины и настолько шлицов ВОМ. А это у нас показывается уровень масла в коробке. Очень удобно. А еще китайцы, да-да, именно китайцы, позаботились о наших полях. Вот здесь у нас стоят гидровыходы. Сюда у нас подключается шланг. Через такую вот шторочку он включается, подключается туда. И когда вы будете выдергивать шланг, какие-то оставшиеся капельки, ручейки масла не будут капать на землю, как это обычно на каком-нибудь Т-150, МТЗ и так далее. Все это не будет капать на ваши поля, а скатываться, стекать вот по этим трубочкам в специальный бак, скажем так, отстойник. В дальнейшем вы смотрите, что уже когда-то там наполнилось. Вы можете это масло заново использовать или там куда-то вылить в отработку. То есть китайцы, в принципе, очень топят за экологию, и чтоб ни одна там капелька масла не попала в ваше поле. Ну а дальше у нас здесь все стандартное. Стандартное, розетки, бак омывайки заднего стекла. Тут у нас идут три кнопки, включение вома, вверх-вниз управление трехточки с улицы. То есть очень удобно что-то там зацеплять, подцеплять. Это у нас топливный бак, он на целых 400 литров. То есть даже несмотря на то, что здесь 230 лошадей, трактор очень массивный, большой. Соответственно и бак ему тоже установлен большой, на целых 400 литров. На весь рабочий день вам 100% хватит. Ну а теперь в кабину. Все, погнали. Ну а кабина в этом тракторе, ну просто космос. Реально, здесь столько всего. И он сделан так, что машинист, водитель трактора никогда не уставал, чувствовал себя комфортно. И все это здесь сделано для того, чтобы все 230 лошадиных сил, весь потенциал трактора использовать на максимум. Итак, начнем с первого, именно с удобства для тракториста, механизатора. Руль. Можно регулировать практически во всех плоскостях. Вверх, вниз, вылет на себя, либо от себя. Очень удобно, можно отрегулировать под любую, скажем так, длину рук. Далее, сидение. Оно на воздушной подушке. То есть тут специальная кнопка, то есть вверх, либо вниз. Вы можете это сидение абсолютно под любой вес, рост, это все отрегулировать. Далее, основная панель. Она также регулируется. То есть либо здесь, вперед, назад. Этот рычаг вверх, либо вниз. То есть максимально можно это все сделать удобно. Важный момент. Если вы пересаживаетесь с условного Т-150 на этот трактор, то, конечно, с первого раза вы здесь ничего не поймете. И это все вам покажется просто каким-то космолетом. Поэтому, если вы приобретаете трактор у нас, мы приезжаем в ваше хозяйство и обучаем вашего тракториста всем этим премудростям, всем этим фишкам, удобствам, чтобы ваш тракторист по максимуму использовал все функции, все особенности этого трактора. А я пока постараюсь вкратце рассказать, что здесь у нас вообще происходит и что это вообще за кнопки. Так, начинаем с первого. Вот этот ряд кнопок, он отвечает за включение вала отбора мощности. То есть здесь мы включаем вон, здесь выбираем 540, 1000, либо на автомате, чтобы этот вон крутился. То есть в зависимости от подачи газа. Здесь у нас идут, это управление гидравликой, потока гидравлики. Здесь у нас идет барашек специальный. Это регулировка глубины вспашки. То есть вы регулируете, как сильно у вас будет прижиматься трехточечная навеска. То есть вдавливать условный плуг в землю. Справа у нас также здесь ряд кнопок. Ну, здесь в принципе все понятно. Здесь у нас идет включение света, омывайка, сами дворники, противотуманки, задний свет, блокировка навески, то есть включение маятника. То есть все здесь в принципе понятно, все очень удобно, так хорошо нажимается. И немного слов про коробку передач. Как это здесь все осуществляется. Вообще здесь у коробки, скажем так, несколько режимов. Механический, автоматический, полуавтоматический. Вот, например, вот этот рычаг, он отвечает за механическое переключение коробкой передач. Далее, вот этот джойстик. Им тоже можно управлять. То есть вот он делает движение вперед. Здесь есть специальная кнопка для включения, отключения, скажем так. То есть вы упираетесь, нажимаете, и он дальше проваливается, как бы как. И вы едете назад. То же самое вперед. Уперлись, нажали, провалились, включилась передача, вы поехали. Если у вас обороты, скажем так, достигают определенного значения, автоматическая коробка, она, соответственно, сама переключается и ставится на нижний диапазон, скажем так. Либо же, когда видят, что обороты падают, там, ну, нагрузка увеличилась или еще что-то, автоматически коробка переключается на нижнюю передачу, на другой диапазон. Бывает, что, ну, такие ситуации, когда скорости могут скакать, то высокая, то низкая, то высокая, то низкая. Здесь у нас есть еще дополнительная регулировка. То есть здесь можно еще отрегулировать чувствительность, скажем так, ну, коробки к нагрузкам, либо полностью это все отключить. То есть здесь все реализовано так, что переключение передать, обороты, мощность, вот это вот, это вот все. Это вы можете все полностью настраивать и полностью контролировать. Монитор очень удобный. Здесь показываются все параметры, сколько у вас стоит оборотов, сколько вы выставили оборотов, которые не нужно, не должен трактор превышать, сколько у вас стоит, допустим, высота подъема навески, верхний предел, нижний предел, скорость даже опускания задней навески. То есть здесь это все показывается, здесь это все можно регулировать. Также у нас здесь идет задний, передний вон, показывается сколько оборотов, в каком режиме он работает. То есть вот этот монитор, он полностью всю работу трактора здесь отображает, вплоть до сколько у вас осталось топлива в баке, там на сколько часов у вас хватит, какая температура масла в коробке, в двигателе и так далее. Этот монитор, он полностью считывает весь трактор и всю информацию доводит вам. Также не забываем, так как здесь установлена коробка передач PowerShift, это дает нам возможность двигаться со скоростью 0-3 км в час. Это идеальный трактор для работы с мульчером или с ротоватором. Поэтому, если вы планируете заниматься расчистками, вводить землю сев-оборот и так далее, то есть расчищать территорию от леса, там еще от чего-то, и вам нужен хороший мощный трактор, пожалуйста, вот идеальное решение, звоните к нам в компанию Система, все вам идеально подберем, подготовим, и вы будете с удовольствием работать и зарабатывать деньги. Ну а теперь самое интересное, это минусы и стоимость этого трактора. Из минусов, самое основное, то что здесь нет воздушных тормозов, здесь нет компрессора, то есть вы не сможете подключить какой-нибудь очень большой прицеп, тонар какой-нибудь, подключить его к воздушной системе трактора, то есть ездить и оттормаживать вместе с прицепом. То есть тут такого пока не предусмотрено, но китайцы над этим работают. Второе, это кабина, а именно ее остекление. У нас в России еще почему-то, ну очень пока не любят именно такие панорамные, полностью вокруг стеклянные кабины. Ну, якобы вот здесь в нижнюю часть попадет какой-то камушек, разобьется, соответственно, все стекло пойдет трещинами, то есть все это менять, всю дверь менять. Но мы привыкли, что вот эта нижняя часть все-таки там чем-то закрыта. Но, как бы, минус такой притянутый, потому что все равно сейчас все трактора переходят на кабину 360 градусов обзор. Единственное, что здесь все-таки можно сделать, это нижнее стекло, где стоит трехточка и сразу же идет стекло. Не обязательно его было бы чем-то там заменять пластиком, просто можно было сделать хотя бы какую-то сетку, которая уже защитит ваше стекло от камней. Ну и еще, если брать именно из кабины, то все-таки нужно сделать получше шумоизоляцию. Она есть, естественно, есть, но и есть куда расти. И еще надо понимать, что пока что этих тракторов в целом в России, ну, не очень много. Да, были какие-то демо-показы, испытания, то есть давали куда-то в хозяйстве. Да, было, ну, сейчас этих тракторов несколько штук было продано. Они работают, да. Но не в таком массовом количестве, как там каких-то других тракторов из Европы или, естественно, российских. Поэтому нужно понимать, когда вы будете приобретать данный трактор, что какие-то новые болячки все-таки будут появляться. Но в любом случае, мы всегда на связи, но любой ваш вопрос по поводу эксплуатации данного трактора мы с удовольствием ответим. Ну, а какая цена этого красавца? Сейчас, на данный момент, весна 23-го года и стоимость ZoomLeon 23.04 составляет, ну, где-то примерно 15 миллионов. 14-15 миллионов, где-то так. Кто-то может сказать, что, ну, дороговато якобы, ну, для китайцев. Возможно. Но есть ли у нас какая-то альтернатива? Допустим, возьмем МТЗ 2022. Вроде как по лошадям они сходятся. Вроде как МТЗ дешевле, у него цена 9 миллионов. Да, вы покупаете за 9 миллионов трактор, но при этом вы получаете комплектацию, начинку, наполнение еще с тех 60-х годов. Стоит ли это того? Но навряд ли. Можно взять Станислав МФ 704. У него даже будет чуть побольше, 240 лошадей. Но опять-таки, это будет просто энергоноситель без каких-либо дополнений, плюшек, без такой вот космической кабины. У вас будет просто трактор с большим двигателем, куда вы цепляете орудие и просто работаете. Нам кажется, что 14-15 миллионов за такую комплектацию, 230 лошадей, дополнительные груза, кондиционер, очень мощная задняя трехточка, кабина, с помощью которой вы можете полностью весь трактор контролировать всю его работу. Но, и учитывая, что нет альтернативы, ну, наверное, все-таки это его реальная цена. Поэтому 14-15 миллионов за этот трактор вполне себе нормально. Но в любом случае, неважно, какой вы трактор выберете, МТЗ-2022, Станислав, Зумлеон, Джон Дир и так далее, вы всегда можете обратиться к нам в компанию «Система». Мы с удовольствием вам подберем любой трактор, любое навесное оборудование. под любые ваши задачи. Номер указан здесь в углу, также номера будут в описании. Звоните, пишите, ставьте лайк, комментарии, не комментарии и так далее. В общем, проявляйте свою активность, нам будет очень приятно. Пишите ваше мнение, достоин ли этот трактор работать на российских полях. Ну, а с вами был Артем и компания «Система». Всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok